Идеальный лидер Украины — тот, который принадлежит одновременно отчасти русскому, отчасти украинскому миру, говорит на двух языках, имеет неплохие связи с Евросоюзом и с Россией, имеет опыт в разных сферах, одновременно человек, который имеет чувство ответственности за большинство граждан Украины. Петр Порошенко неплохо подходит под эти качества, он сам является русскоязычным, но больше говорит по-украински, он закончил филиал МГИМО киевский и говорит по-английски в том числе. За время своей деятельности побывал на очень многих разных постах, имеет огромный опыт, но имеет ли он чувство ответственности, мы не знаем. То, что он поддержал сначала Ющенко, потом Евромайдан и то, что он согласился участвовать в этих нечестных выборах, это, конечно, большой негатив к нему. Но история имеет свою иронию. Путина тоже посадили на пост президента олигархии, в том числе Березовский, а он начал немедленно антиолигархическую политику. Если Порошенко сможет отчасти повторить путинский исторический разворот в сторону народа от олигархов, тогда он станет великим президентом. То, что нужно Украине, это абсолютно очевидно. Равенство статусов русского и украинского языка, принцип федерализма, принцип нейтралитета, одновременное активное сотрудничество и с Россией, и с Иверсоюзом. Но сможет ли это сделать Порошенко в условиях, когда реальным властителем в Украине является Вашингтонская партия войны? Это вопрос открытый. Спасибо.